Сейчас из зум гриппа и простуд попасть вовремя к врачу самое важное. Елена Инхелова подскажет, как это сделать быстрее. Лев большой специалист в IT-технологиях. Интернет, создание сайтов, работа в сети, поле его деятельности. На любые услуги онлайн он смотрит профессионально. Недавно записался на прием к врачу. Ссылку заметил не сразу. Сайт еще не закончен, то есть работа ведется какая-то. Я думаю, скоро все будет просто отлично. Потому что запись на прием, это скорее всего то первое, зачем сюда придут большинство людей. В системе ИРИС 14 городских поликлиник. На сайте госуслуг еще и областные больницы. Медики отмечают, электронная запись на прием растет день за днем. Естественно, в основном это молодые семьи, касающиеся медицинские услуги в плане оказания детям, ну и самим, конечно, пациентам. Запись на прием. Нажимаем. Юлия Газизова терминалами обычно не пользуется. Если надо положить деньги на телефон, спасают дети. Потому и сейчас ей понадобилась помощь администратора поликлиники. После женщины решила, инфокиоск это несложно. Ну не стоять, не ждать специалистов, когда мне запишут в регистраторе. Подошла, набрала и вот записалась. Вот сегодня записалась к хирургу, как не ожидала, что есть места. Запись через инфокиоски и интернет занимает примерно треть всех обращений в поликлинике. 37% тюменцев предпочитают действовать по старинке. Личное обращение в регистратуру и запись по телефону по-прежнему остаются популярными. Но есть несколько отличий. Во-первых, сюда обращаются пациенты впервые. И сама регистратура теперь называется электронной. Самую большую долю в электронной медицине занимает запись в кабинете у врача. Выход в сеть дает возможность каждому доктору записать пациента на следующий прием к себе или к коллеге, даже на УЗИ. Нет необходимости обращаться в регистратуру, стоять в очереди для того, чтобы получить какой-то талон определенный. Также мы можем посмотреть свободное время и подобрать оптимальный, так скажем, подходящий вариант для каждого пациента индивидуально. Интернет-запись к врачу в Тюмени работает почти два года. Это лишь первый этап проекта «Медицина онлайн». Предполагается, что истории болезни также будут вестись в электронном виде. А пока у жителей области появился дополнительный телефонный номер, чтобы записаться в любую поликлинику. Елена Имкелова, Сергей Жирнаков, Александр Зосимов, Сибин, Форумбюро.